Всем привет господа! Сегодня у меня опять 16 года. Модель A520F. Менять будем разъем зарядки. Я думаю не видно. Темно, но там если приглядеться, то три или четыре дорожки сломаны, согнуты внутрь. Обычное дело. Телефон только что снял с сепаратора. Открываем крышку. Здесь у нас шлифов никаких нету. Поэтому нет возможности повредить что-то. Ну разве что сломать крышку, если снимать без нагрева. Слабовато нагрел до 90 градусов. Как бы можно было еще. Внутрь. Слабова. Внутрь. Отром. Телефон полностью разряжен, вообще не включается. Сильно перегревать тоже не надо, может треснуть. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два черных винта непосредственно на самом разъеме Слот Телефон мне уже прислали без слота Субтитры сделал DimaTorzok Системная плата С этой стороны у нас все ровно, обычно они на ремонт приходят и непосредственно сами контакты, вот здесь вот системные платы оторваны Здесь у нас все нормально, а здесь... Как видите, да, они сложенные там согнутые... Я думаю, что видно... Короче, менять будем этот разъем... Сейчас я посмотрю, есть ли он у меня... По-моему, есть... Стоит он дороже обычных... Такой вот... С таким вот мощным фундаментом... С прокладкой... Если я не ошибаюсь, это он... Редко приходится мне менять разъемы зарядки, конечно, я это делал очень часто сейчас... Это делают... Другие ребята... Мне приносят в основном системные платы... Ну, либо дисплеи... Мои клиенты... Разъемы зарядки... Бывает у меня редко... Вот решил снять... Этого ролика у меня точно нету... Поэтому для разнообразия... Я думаю, кому-то поможет... Итак, как будем снимать системную плату... Сейчас зажимаем... Держатель-клад... Держатель-клад... Давайте еще и не применяем... И! так зажимаем так греть будем сверху температуру я так думаю выставим у меня стоит 315 градусов 300 недостаточно вот 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 И так вот легко. Снимается он, потому что, сами видите, какая форма у него, сколько металла на самом разъеме, моментально нагревается. Так, вот я вижу, по-моему, не хватает, а нет, все хватает, мне показалось, что не хватает одной дорожки. Все на месте. Добавляем флюс. Добавляем флюс. Добавляем флюс. Добавляем флюс. Добавляем флюс. Добавляем флюс. Приходили, немного отвлекся. Прихватил ножки, как говорится, сейчас перемещаемся под микроскоп. Сейчас я настрою камеру, чтобы было удобно снимать и чтобы было удобно работать. Не очень готов у меня паяльник, надо было его немного подточить для такой тонкой работы. Если вы хорошо паяете, то можно и таким. Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, когда не снимаешь видео, все это намного проще. Немного неудобно, одновременно и снимать, и паять, так чтобы все это было видно. Тот, кто снимает, тоже понимает меня. Все, единственное, здесь залепил один контакт, сейчас будем его разлеплять. Залепил опять же, потому что не подготовил паяльник. У меня их два, один тонкий, второй чуть потолще, это вот этот, надо было паять тонким, было бы удобней. Так, все, вроде все готово, сейчас убираем флюс, держать так, чтобы нам больше не понадобится. С этой стороны добавим припоя. Мясо, я тебя смешаю. Вичем, этоothsар. Мясо. Хлоп. Мясо. 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 Продолжение следует... Проверяем под микроскопом. Все нормально. Не забывайте еще, что данный разъем будет прихватываться двумя черными винтами. Здесь вот, которые мы открутили. Поэтому не надо там сильно стараться припаять вот эти две ножки. Прям уж приносят мне иногда. Прям столько припоя туда кидают. Я не знаю зачем. Смотрится уродливо, да и ни к чему это. Почему-то многие, кто ремонтируют, считают, чем больше припой, тем лучше. На самом деле это не так. Убираем флюс. Пsten prediction. Мы должны придумать зим хоть pieces это ничем. По-милук. Я под Kenya! Смотрите продолжение в следующей серии. Вставляем в систему. Так, здесь у нас датчик. Давайте, наверное, ставим датчик сначала. Теперь можем вставлять систему укладки. Старайтесь не трогать линзы камеры. Вообще, перед началом зажимания системы держать нужно было снять камеру, по идее, чтобы лишний раз не подвергать их воздействию. Если можете аккуратно делать, то можно в принципе не снимать. Так, всё застёгнуто. Три чёрных винта. Баз разъёма. И один отсюда середина системной платы. Всё, застёгиваем батарею. Три чёрных винта. Три чёрных винта. Всё, собираем. Так, заставляем. Всё, собираем, проверяем. Тут у меня не вошла клипса. Так, а где у нас тут кабель? Зарядка пошла, как видите. Сложного еще нету. Я беру 20-25 евро за эту работу. Нагреваю бесплатный скотч. Можно добавить клей B7000. Если телефон первый раз разобран и крышка снята нормально, то можно и на свой скотч посадить. Я буду предварительно загреть его. Естественно, нужно распрямить, чтобы ничего не комкалось. Я беру 20-25 евро. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, зарядка пошла, долго стоял, переключил кабель на другую фишку, все нормально, 2% уже Вот такая вот модель. Всем спасибо за внимание, друзья, я ДОВ. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы. Всем удачи, на связи.